В Печенском округе открылся парусный лагерь. Ягдсмены обосновались вблизи никеля на озере Куэс-Ярве. Турбаза на его берегу на несколько дней стала центром подготовки новичков и местов проведения соревнований. Лагерь организовала Кольская ГМК. Компания предложила своим сотрудникам попробовать себя в парусном спорте. Для участия в проекте достаточно было только желания. Участвуют в нашем мероприятии только работники Кольского дивизиона Норильского никеля. Регистрация у нас была открытая. Мы организовали на таймпаде ссылку и ребята просто регистрировали, звонили, спрашивали, как нам попасть, как записаться. В Печенском округе на приглашение откликнулись 120 человек. Каждый день 30 из них теперь проходят обучение. Опыта управления парусным судном, как правило, у них нет, хотя есть исключения. На парусинке я уже ходил, только на более крупном, на парке седов, поэтому я уже небольшое представление об этом всем имею. Нет, вообще не страшно. Но я заканчивала Мурманский государственный технический университет, это считается мореходкой. Как бы основополагающе нам там уже что-то показывали, рассказывали, как бы ознакомлено. Я служил на корабле в ботсманской команде, но как-то мы там толком в море не вышли, поэтому это мой первый выход. Я с пятого класса сюда собирался на яхтах погонять, но как не получалось. Я вообще первый раз и вообще случайно попала. Мне предложили, я не смогла отказаться. День начинается с теории. Сначала разбирают основы, как и почему движется яхта, что от нее можно ждать, а чего не стоит. Вопросы? Можно сначала? Потом новобранцы парусного спорта учатся вязать узлы и стараются запомнить множество терминов, без которых, на первый взгляд, непрофессионалам вполне можно было бы обойтись. Нет, вот это нельзя, потому что каждая веревка имеет свое назначение. И сказать, что потяни за ту веревку, потяни за эту веревку, это еще больше усложнит. Разных веревок на яхте много. Запутаться и в самом деле легко. Как называется одна из них, стаксель-шкод, теперь знаю я. Чтобы этот парус, передний стаксель, начал работать, нам нужно взять стаксель-шкод и тянуть ее на себя. Вот еще, еще, еще. Отлично. Ну это много, чуть-чуть от себя сделайте. Можно поправить. Да, еще. Еще, еще, еще. Вот этот парус. Его же в стопор также поставить. Вот, и на себя чуть-чуть. Все, отпускайте все. Лагерь задумали, чтобы придать новый импульс развитию парусного спорта в Заполярье. Наставники в нем – выходцы из яхт-клубов Мочегорска и Печенского округа. Надо сказать, обратить новобранцев в свою веру у них получается очень быстро. Есть такие яхты «Оптимист», вообще маленькие, это для детей. И вот знаете, когда первый раз пошел, аж в душе все перевернулось. И все, и так с этих времен. Ну я не профессионально этим занимаюсь, так что я не могу сказать. Мне просто, знаете, как для души, чтобы как-то отвлечься от работы, там, от всяких-то бытовых проблем. И вот это очень помогает, потому что этот вид спорта просто, ну, голову твою вообще отключает на всякие проблемы. Очень помогает. Яхты комфортные, устойчивые, они не переворачиваются. То есть они максимум там с парусами доводят и достанут, она как матрешка отыграет назад. Ну и чтобы перевернуть, и даже уронить практически на бок лодку, нужно около штормовые условия. Идеальная погода на самом деле. Солнечное, тепло, комфортно, ветер умеренный, не сильный, не слабый. Самые хорошие условия для обучения. Если яхтсмены стремятся расширить круг единомышленников, то у организаторов лагеря из Кольского дивизиона Норникеля более высокие цели. Мы этим занимаемся, потому что яхтинг – это классное командообразующее мероприятие. И у Кольской компании есть вся необходимая инфраструктура, все необходимые возможности. У нас есть наши озера, у нас есть постоянные ветра, на им, Андрей, здесь. Я считаю, что это возможность, которую мы должны давать нашим работникам. Мы с этого получим, мы выиграем все, и мы, и работники. Лагерь на Коицьярове только первый этап. Вторая смена пройдет на Имандре в Манчегурске. А затем там же запланирован кубок Норникеля. Из Красноярска, Читы, Норильска, Саратова, Санкт-Петербурга, Мурманска, Москвы. Все наши коллеги приедут для того, чтобы тоже принять участие в этих замечательных соревнованиях. Первыми путевки на финальный этап получили Руслан Бондарюк, Иван Лупашко, Зарина Ушакова и Алена Бондаренко. Они стали лучшей командой первого дня первой смены парусного лагеря. Илья Комлев, Борис Савельев, ТВ21+.